О промежуточных итогах и дальнейшем развитии программы индустриализации мы поговорим этим утром с руководителем управления машиностроения Министерства индустрии и инфраструктурного развития Ержаном Иманслямом. Ержан, доброе утро. Сразу не будем откладывать долгий ящик, перейдем к вопросам. Вот насколько эффективно сегодня работают введенные в эксплуатацию предприятия? Все ли успешно держатся на нашем рынке? Доброе утро. Могу сказать, что те предприятия, которые были реализованы в рамках государственной программы индустриально-инфраструктурного развития страны, работают и дают соответствующий эффект. В целом за десятилетие у нас было реализовано 1250 проектов и полностью на общую сумму 7 триллионов 900 миллиардов. Было создано у нас порядка 195 тысяч рабочих мест. Ну и соответственно были произведены такие мероприятия, в частности привлечены иностранные трансферты, технологии. Где-то больше 500 видов продукции производят сейчас в Казахстане, которые ранее не производились. То есть знаете, вот у нас сейчас и железнодорожные машиностроения, это локомотивы, электровозы, в автопроме это автомобили. Много продукции, той, которая раньше вообще не производилась. Ержан, вот какой экономический эффект мы как страна получили, но какие-то подсчеты есть, кроме того, что появились новые рабочие места? Ну скажу, что у нас продукция, если на момент начала государственной программы индустриализации у нас продукции, объем производства был 376 миллиардов, то на сегодняшний день по итогам 2018 года объем продукции составил 10 триллионов 400 миллиардов. То есть получается более чем в три раза увеличение произошло, то есть произведенной продукции. Ну как бы налоги увеличились в 2,9 раз. Прямые инвестиции привлечены иностранные, порядка 34 миллионов долларов США. Вот, наверное, вопрос, как раз которым наверняка занимается ваше управление в министерстве. Наших машиностроителей зачастую критикуют за так называемое отверточное производство. Может быть, скоро ситуация в отрасли изменится, как считаете? Я скажу, что у нас новые отрасли, те, которые в рамках индустриализации начались, это нашли и автопром. То есть у нас, если на начало развития автопрома в 2009 году где-то он продукцию производил порядка 4% в объеме машиностроения, то есть в обработке. На сегодняшний день составляет доля уже 20%. То есть получается более чем в 3 раза увеличение продукции с 276 миллиардов до триллиона 89 миллиардов в прошлом году. И как бы критику слышал, что любое производство, в том числе и автомобильстроение, подразумевает крупноузловую, мелкоузловую сборку. То есть изначально надо начать производство. То есть мы все знаем, что в Казахстане ранее вообще автопрома не было. Вот с начала, получается, ввода нашей программы, мы соглашение о промо-сборке заключили с нашими предприятиями. То есть согласно данного соглашения наши предприятия должны достичь локализации 50%. То есть на сегодняшний день министерство прорабатывает с предприятиями, также активно сотрудничает с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, с Министерством промышленности Беларуси и другими государствами для того, чтобы в кооперации здесь комплектующие производить на территории Казахстана. То есть не только для рынка нашего, но и для глобальной сети. То есть на сегодняшний день мы работаем над уровнем локализации. Думаю, то, что критики говорят, оттяжечная сборка, это немного неправильно. На сегодняшний день у нас мелкоузловая сборка на СРРК Автопрома осуществляется. Сейчас ведется строительство двух заводов. Это у нас Азия Авто в Усть-Каменогорске. Она полный цикл предусматривается. Идет к завершению в следующем году. Также, знаете, в Алматы Hyundai TransAuto в этом году завершает первый этап строительства завода Hyundai легковые автомобили. Мощностью 30 тысяч автомобилей тоже предусмотрены. Весь полный цикл мелкоузловая сборка получается. У нас сварка, окраска, кабина, все будет здесь производиться. Ержан, давайте немного заглянем в будущее, спрогнозируем. Что дальше? Расскажите, как профильное министерство планирует реализовывать государственную программу индустриально-инновационного развития? На будущее, если мы говорим, главные приоритеты у нас в ГПР-2, это была поддержка обрабатывающей секторовой промышленности, то как бы больше ставилось на импортозамещение, то в следующем ГПР-3 мы планируем сфокусироваться на экспортоориентированности наших предприятий, то есть также продолжить поддержку предприятий, стимулировать их, чтобы они могли. То есть рынок Казахстана сам по себе не такой большой. Задача состоит, чтобы наши предприятия производили конкурентоспособную продукцию, которую можно было свободно экспортировать. То есть на сегодняшний день все технологии, которые имеются современные, наши предприятия полностью применяются. Это в том числе и лазерная сварка, и роботизация, цифровизация, и все это проводится. То есть те виды продукции, которые раньше даже и не мечтали производить, на сегодняшний день не производится. Поэтому сейчас задача не просто машиностроение или другие отрасли промышленности развивать, а ориентировать его на направление экспорта. Ну что ж, вам большое спасибо за беседу. Я напомню, этим утром мы разговаривали с руководителем управления машиностроения, Министерством индустрии и инфраструктурного развития Ержаном Иман Слямом. Вам хорошего дня.